Многие промышленные объекты можно считать своего рода искусством. В Мурманск приехали диджитал-художники, которые, вдохновляясь северными пейзажами, должны были разработать на основе региональной специфики Кольского Заполярья свои медиа-арт-проекты. Что из этого вышло, расскажет Елена Громатчикова. У вас в Мурманске и в Мурманской области полярная ночь, темно, и это просто идеальное условие для медиа-искусства, для того, чтобы его делать. И инспирироваться для того, чтобы его создавать. По мнению художников из сферы медиа и диджитал-искусства, наш регион отличается природными условиями, идеально подходящими для развития индустрии будущего. Здесь мы собирали более 30 спикеров, чтобы рассказать про медиа-искусство, про то, как все это работает, как погрузить людей во все эти контексты современного искусства, именно направление медиа-арт, такого технологичного, как устроен рынок. И большинство ребят, которые сейчас, может быть, дизайнеры, уже хотят говорить нечто большее, и рынок формируется, и мы хотели дать им много разной информации, которую они могут использовать в дальнейшем для развития себя в более таком художественном формате. Организаторам арт-резиденции «Простор», собравшей в Мурманске специалистов из сферы цифрового искусства, выступает социальная сеть ВКонтакте. Участники вдохновились красотами севера и придумали медиа-арт-проекты на основе региональной специфики Кольского Заполярья. Все эти проекты мы выбрали, будут проходить в формате выставки видеоарта. И все это будет проходить на медиафасаде, на одном из медиафасадов Москвы. Это огромный медиафасад на перекрестке Ленинского проспекта. Мы его проводим вместе с компанией «Интеншн». Выставка в рамках целого города – это уникальный формат, который исключает привычные для ценителей искусства залы в учреждениях культуры. Но для реализации такого проекта нужно вдохновение, которое ребята со всей страны искали в этнической самской деревне, на Абрамысе, на атомном ледоколе Ленин и на Семеновском озере. Они черпали его в арт-объекте «Солнцебарабан» и «Муралах Росты». И это еще не все. Северное сияние, которое можно увидеть, и мы увидели его, мы очень ждали. Это произвело огромный эффект на всех наших ребят, на студентов. Очень многие взяли это в работу в своих проектах, в своих финальных работах. Северное сияние для художников в сфере медиа и диджитал-искусства – это своего рода природный мультимедийный перформанс. К слову, арт-продукты оцениваются не по шкале, а при помощи комментариев. По итогам отбора все 12 участников – заочно победители.